Круговорот вещей в Сеуле. Порядка 65% мусора в столице Южной Кореи получает вторую жизнь. Сеульцы уже привыкли к тому, что во дворах многоэтажных домов для каждого вида отходов есть отдельный контейнер, а за неправильную их сортировку предусмотрен штраф. Наш собственный корреспондент Владислав Цой проследил путь отходов в столице Южной Кореи. В южнокорейских домах не один пакет для мусора, а несколько. Один пакет для бумаги, один для полиэтилена, для пластика, для пищевых отходов и прочий мусор. Во дворах жилых домов порядка 10 разных контейнеров. Пластик, полиэтилен, бутылки, пищевые отходы выбрасывают отдельно. Затем, как житель избавляется от отходов, с помощью камер видеонаблюдения следит консьерж. За нарушение правил предусмотрен штраф от 50 до 200 долларов. Ежедневно в Сеуле образуется 9400 тонн бытового мусора. Примерно 65% этого объема перерабатывается. Остальное сжигается, либо подлежит захоронению. Пищевые отходы идут на удобрения и комбикорм. Также из них получают газ, метан, который используют для получения энергии. В окрестностях Сеула расположены десятки мини-мусороперерабатывающих заводов. На этом покупают у населения и организации старые пластмассовые или пластиковые изделия. На завод мусор поступает в сортированном виде, в мешках. Вот здесь, например, пластмасса потоньше. Это упаковка для яиц. Чуть дальше, вот в этом мешке, трубки от кондиционеров или, например, вот такой вот пластиковый автомобильный диск. Из упаковочного материала, пластиковых деталей, от приборов и так далее можно получить до 200 видов вторичного сырья. За смену мы перерабатываем от 7 до 10 тонн такого мусора. Из старых пластмассовых вещей получают вот такую крошку. Ее продают заводам по производству изделий из пластмассы или пластика. Дорогостоящие керамические и металлические ванны и раковины в Корее заменили дешевыми пластмассовыми аналогами. Их сделали из бытовых отходов. То есть, если раньше практически весь мусор закапывали в землю, то теперь используют вторично. Такая политика привела за последние 20 лет к уменьшению количества бытового мусора на 40%. Владислав Цо, Ильи Санхен, Хабар 24, Южная Корея.